В связи с тем, что сейчас происходит с Ютубом и все непонятно, ребятки, хотел бы предложить вам подписаться на Бусти, группу ВК или Телеграм. Нормально воткнулся, четко. Какие дела, народ? Немало игр юзают механику слоумоушена, чтобы делать какие-нибудь прикольные штуки. Типа стрелять в прыжке, как Макс Пеннили, а Билка Франклина на тачке в GTA. И в Dying Light 2 пацаны такие подумали и решили, что им тоже обязательно нужно слоумо в игре. Но не придумали зачем. Ну вообще, в первом Dying Light включалось слоумо иногда, когда ты, типа, кого-нибудь убивал. И, типа, это более зрелищный момент получался. Во втором, по идее, оно точно так же должно работать. Но, походу, что-то пошло не так. Моё убийство будет скучно. Я слабый. Отпустите меня. Оставьте меня в покое. Блядь. Субтитры сделал. Что такое? Просто. Скажите, что сняли это в слоумо. Курьер спустя 0-1 секунду после того, как ему отдали мою пиццу на доставку. Блиц, блиц, скорость без границ. Обожаю вот эту фразу. Моё убийство будет скучно. Я слабый. Отпустите меня. Это поход с батей в баню. Когда они чисто по приколу... ...решили положить стрелку термометра. Закинули тебя на верхнюю полку, втащили метлой по горбу и сказали сидеть полтора часа, чтобы здоровье было. Я такой увидел этого человека, который сдувает это, убирает это, как его, пот и такой... Почему он похож на Генри Кавилла? Он не похож на Генри Кавилла. Мне в данный момент просто показалось. На верхнюю полку, втащили метлой по горбу и сказали сидеть полтора часа, чтобы здоровье было крепче. На Генри Кавилла, похоже, только два актёра. И один из них тот, который сейчас играет Супермена. Не знаю, но что-то в чертах лица есть. Напоминаю, черты-черта. На верхнюю полку, втащили метлой по горбу и сказали сидеть полтора часа, чтобы здоровье было крепче. Моё убийство будет скучно. Я слабый. Отпустите меня. В общем, что хотел сказать-то. Слоу-мо в играх крутая штука. Оно делает эпичным всё. Жесть. А это наши подписчики на Бусти, благодаря поддержке которых мы можем продолжать выпускать контент и радовать вас. Большое спасибо, что поддерживаете нас, ребята. Ссылка на Бусти в описании. Если вам в какой-то момент покажется, что девушки вас игнорируют, то вспомните, что есть роман из GTA 4. Да за шо, блядь? За шо? Чисто роман на любой тусовке такой. Судя по всему, это ещё и какой-то онлайн мод или чё-то такое, ну, кооп мод, потому что у него был ник игрока над башкой. Ха-ха-ха. А с другой стороны, на что Ромка надеялся, когда подкатывал к девчонкам с такой фразой? Да уж, на словах он ловелас, а на деле... Пидат! Я ещё лет... Осуждаю! Пикап-мастер знал, что подруливать надо с красивой фразой. Ваши родители не пьют... не петарды, случайно? Но я бы на месте этих подруг не сильно радовался, потому что Ника явно ходила не на пять звёзд. Я имею в виду новую машину, брат. Да, брат, шакёрхером пройдёмся, и всё, на витрину, ни бита, ни крашена, муха не еб. Мне кажется, последние пару километров он её будет доставлять как-то так. Алло, Влад, всё, можешь забирать. Пятая авеню, третий кювет справа. Это чисто трейлер фильма «Перевозчик 3». Даже посмотрите, ну, одно лицо. Я отношу себя к хорошим людям, но они всегда меня приносят обратно. На самом деле, это тот самый доставщик, когда всё-таки принёс мне пиццу. Простите, кажется, она немного остыла. Я вам сейчас мне то, что ебало разъебашу, нахуй. Я вам сейчас нахуй ебало разъебашу, нахуй. На самом деле, сейчас с этими машинами столько проблем. Где-то притёр, где-то помял. Круто было с конями. Ты не можешь помять коня, но есть проблема. Конь может тебя помять. Ну да, ну вообще ты тоже можешь коня помять. Но это более критично обычно. Одвоём. Что-то непростое Артурчику копытом. Жесть. Когда установил, сразу два антивируса на ком. Очередная парнокопытная атака. Одни не остановились на Геральте. Я вам скажу, эти лошадки неплохо так подходят. Хорошо был щит одет. Ай да. Прям вхлебала ты, глядь. Ну в общем-то чё, я до сих пор помню тот момент, когда я участвовал в гонках. Тупая кобыла прыгнула не туда. Я ударил ей по жопе, и она мне прописала в лицо сразу же. Коза. Там чел даже не потратился после удара в лицо. Но на самом деле от удара копытом у него бы... Он бы стал луналиким. В смысле как месяц. В смысле, у него вместо лица была бы фазина. Ну или у него анус образовался бы в лице. На самом деле тут френдли фаер произошел, и ковбой шлепнул в бороду своему коню. Мораль, лучше лошадок не шлепать, даже если сильно хочется. Вообще, я видел много туториалов, как сражаться с волком там или с медведем. Раз головы. Или с белками. Потому что в основном он сражается с белками, я помню. Я не видел ни одного видео, как уложить коня. Коня вообще всех бьют. Вы вообще видели видео, конь бьет дерево, пердит на собаку и убегает. Обязательно посмотрите. Там, короче, конь бьет дерево, пердит на собаку... ...и убегает. А из названий это мы и не поняли. Зверели, нам срочно нужен гайд, как уложить коня. Поэтому смотрите. Хорошо. Я вспоминаю, что... Ну, как-то так. Очень важную статью о том, что в Северную Корею продали орловских скакунов. Потому что Ким Чен Ыны обожает орловских скакунов. Что? Зачем эта статья? Зачем нам об этом знать? Надеюсь, в плане езды, а не в плане еды. Нет, он ездит на орошине. Я думал, ты сейчас скажешь, не, он их ест. Не, орловские скакуны не для этого. Ну, любой скакун может стать вяленой конятиной. Ну, знаешь, логика такая, блин. Как купить супердорогую кошку и захуярить её, как кролика. Ну, да. Ну, в смысле... Это смысла не имеет. Есть кошек, в принципе, смысла не имеет особого, по-моему. Ну, да ладно. Ну, так лошадей, которые предназначены для... Потому что на них ездили, их есть невкусные, и они стоят очень дорого. Так, ну, либо каждую никотину с собой носить, и всегда тоже горят работу. На самом деле, не стоит ему доверять, чувак. Это коня-поссум. Шлангом прикинулся, сейчас ты к нему подойдёшь, а он тебе... Раз, Голлоуэй. Не, у тебя... Сюрприз от Джани Хайт не удался. Всегда обидно, когда планировал идеальное свидание, но не учёл, что её в конце может переехать машина. Ну, будь Роман на твоём месте, он бы её ещё с переездом поздравил, так что ты ещё неплох на самом деле. Не, жалко, конечно, зря деньги на букет потратил. Не клеится у тебя как-то с подругами, СиДжей? Я пытался понять, переиздание, ну, ремастер это или нет, но потом посмотрел на её, это... Колесообразные руки, и как она держится, и такой, да, точно, нету чёткого понимания, где у неё заканчиваются плечи, и начинается шея. Это точно ремастер. Нет, 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 нет. Переход дороги в неположенном месте, штраф от шести до восьми переломанных костей. Не, ну, купы вообще озверели. Мне кажется, начало ГТА должно выглядеть как-то так, чтобы люди понимали, с чем им предстоит иметь дело. Ну да. Да, сразу понимаешь, какой грудь он зашёл. Это дура, вышел на прогулку в Париже. Его братки террористы защищают. Не, пацаны, серьёзно, такие нынче террористы у нас. Всё, Павлик, сымай маску, мы тебя узнали. У него нет идеалов, нет чести, нет Родины. Уже, кстати, есть видео, как брали самолёт Дурова. Я думаю, что когда пилот Дурова сказал, что заходим на посадку в Париже, он вообще не то имел в виду. Я надеюсь, у него телефон изъяли, а то... Ну и он, нахрен. Не, на самом деле есть неопровержимые доказательства его вины. Помните ни слова по-русски. Видели, сколько пернатых в трейлере ГТА-6 показали? Представьте, что это будет за вакханалия вообще. Мы же с вами знаем, откуда они перекочуют. Да, да, да. Всякие птицы и прочие говноеды будут тебя сбивать и врезаться в тебя. Птичку жалко, но зато будет много рофл моментов, я уверен. Ладно. Ладно. Да, я помню, Мармок играл, когда в Лару стрелял в тигра или в гепардов, что-то такое. И птица тоже же, это, вылетела прям под стрелу. Еще в трехлетней... Видос с трехлетней давности или что-то такое. Это я тоже помню. Да, тот самый голуб. Как-то бессмысленно поймал стрелу в печенку. Ладно бы он там защищал кого-то. Так нет. О-о-о! Вы еще знали, что в фалл-хути птицы есть? Я до этого видео в душе не представлял. И еще кто-то рисовал, моделил, кодил там. Чувак, сегодня вся твоя работа оказалась не напрасной. Все это было проделано ради одного вот этого момента. Чтоб какая-то рандомная ворона спасла чувака от РПГ. О-курва, ракета! Не, справедливости ради вороны сами часто нарываются. Я на самом деле... Я думала, сейчас я ее каркала за... Закроет? Да. Это мне просто напомнилось Тьюи. Мам, мам. Ну или другого. Тоже мам, мам. Мам, мам, пап, пап. Мау, мау. Последствия три месяца на пуски. Мам, Данила, грязь. С удивлением обнаружил, что ведь не все птицы крутые пилоты. Вот этот галчонок, конечно, вообще странный. Надо бы его в поликлинику сдать. Для опыта. Лучше бы этот тетерев курицей родился. Там летать особо не надо. Пешком ходишь, риск травмы минимальный. Да. Сама решила зажариться. Курительные куриные палки. Курица это самый странный... Курительные куриные палки. Курица это самые странные создания в играх. Например, в чем вообще смысл куриц в КС? Я тут нашел одно объяснение, которое гласит, что курицы в КС очень важны. И вот причины. Давайте по пункту. Расскажу суть этих куриц важны, зачем они нужны в КС Гоу. Это то, что они выдерживают выстрел абсолютно из любого оружия, даже из АВП. Ну, заебись. Теперь, когда буду рашить Аплент, надо стадо курей перед собой гнать. Или вообще, может, где-то петушиную броню купить, чтобы ваперы выкусили. Это чисто мы... Но, боюсь, тогда ты будешь на один выстрел. Если курица выдерживает там один выстрел, то и ты выдержишь в костюме курицы. Или петушка один выстрел. Тут я вспомнила этого злейшего врага Петера Гриффина. А, петуха? Это что-то я хотела сказать. Я слышал про то, что в играх вообще куры имеют какой-то сакральный смысл. Потому что в очень многих играх неубиваемы только дети и куры. Видимо, дети и куры имеют сакральный смысл, да? Они на одном уровне, да? В какой-то детстве. Мы с корешем вываливаем на миды такие... Потом, как обычно, посрались, начинается оскорбление. Так, следующий пункт это... Курица в CSGO не такие простые NPC. На самом деле, если вы приручите их, то в чате будет показываться, сколько курицы с вами провела и кто ее убил. Все понял. Их, то в чате будет показываться... Вашу курицу убили, а она была вашей четырец... КА... КАК? Сколько курицы с вами провела и кто ее убил? Все понял. Только вопрос. Нахрена мне эта информация? Мне топ-лист куриных маньяков собирать? Я и так знаю, кто там на первом месте в бесполезный компетишн какой-то. На! Было бы круто, если бы можно было заплынтить куропатку, чтобы КТ-шники гонялись за ней по карте. А ее поймать вообще нереально. Я вот в Одноклассниках нашел игра, поймай курицу. Нажав на паузу, останови курицу посередине. Ну что, ты готов? У тебя есть пять секунд, чтобы раздехать петуха. Погнали. это какой-то скам ну почти получилось ты глянь а зачем я это делаю теперь уже интересно да это скам конечно это скам он никогда не бывает посередине нет такого кадра просто ну да а навсегда мимо еще к блять пишите в комменты кому удалось поймать и спасти планирует удалось поймать только три класса от тети саратова за то что в одноклассники третий важный пункт зачем нужны курицы в кс это куриный в их а если вы находитесь рядом с курицей то она начинает вас бояться и начинает убегать если курица стримглав откуда там чится то значит там кто-то лазать по сарай типа если не получаешь инфу от петухов войси то можно от куриц пробить оперативно это просто я запутался в том что куда где как ну где-то на уровне киберспорт лично для меня в шутерах не настолько актуален вопрос где именно находится враг вопрос что с ним делать вообще когда встретил но когда встречается два таких мегамоз обожаю кс ты навелся прицелом почти стоя на месте выстрелил ровно в голову и не попал в упор почти как я когда пайки зашкаливает к этом речь идет уже двузначных цифр и там начинается просто шахматная партия сражение интеллектов кто кого переиграет и уничтожит ой господи что за ой господи да господи да господи наконец-то спасибо ой блять ну ничего забавно были прикольные моменты даже по моему веселее чем в прошлый раз спасибо за просмотр до скорого